Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 30 августа 2024 года и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве, также об актуальных новостях и по традиции о погоде. Еще сегодня планирую зайти в супермаркет Аврора, посмотрим вместе с вами цены на бытовую химию и посмотрим акции. Кстати, там еще продаются товары, которые актуальны, особенно в нынешнее время, а это товары для блэкаута. В общем, не переключайтесь, дорогие друзья, будет очень интересно. Я нахожусь в парке возле озера Лебединый, обязательно посмотрим, что же здесь вечером происходит. Еще по традиции поговорим о ситуации с электроэнергией. Сегодня в Киеве должны были действовать отключения света по графикам. Но около 10 часов утра стала известна информация, что в Киеве, а также в нескольких областях Украины вводятся экстренные отключения электричества. Сегодня у некоторых был свет, у некоторых его не было. Ну вот, на примере моего дома электричество было примерно полдня. Вот уже вечер, и света, к сожалению, уже нет. Вот только буквально его выключили. Видим очень большое количество уточек. Вот кто-то их кормит хлебом. Ну, хлебом уточек кормить не рекомендуется. Вот, видим, все они прямо сюда послетались, приплыли. И все их здесь кормят. Кто-то учится кататься на роликах. В общем, каждый вечером занимаются своими телами. Ну, электроэнергии на данный момент нет. Дома телевизор или компьютер не посмотришь, к сожалению. Поэтому остается только выходить в парк и наслаждаться красотой природы среди огромных каменных джунглей. Особенно вот в этом районе на Позняках все застроено. Прям дом на доме. И мест для отдыха не так уж и много. Еще сегодня увидел такую новость, что ситуация в энергосистеме стабилизируется с 3-4 сентября. В частности, в Киеве. Об этом заявил директор энергетических программ центра Разумкова Омельченко. Будем, конечно, на это надеяться. Дай бог, чтобы все было хорошо. Потому что, к сожалению, ситуация со светом сейчас, мягко говоря, не самая лучшая. Вот только что, буквально полчаса назад, выключили свет. И есть вероятность, что сегодня уже не включат. Завтра у нас тоже ожидаются отключения по графикам. Будем надеяться, что так и будет. Не будет экстренных отключений света. Потому что невозможно предсказать, сколько будут отключения в данном случае. Они могут продлиться как час, так и 20 часов до стабилизации ситуации. Ну, сейчас все осложняется очень жаркой погодой. Сегодня у нас до плюс 33 градусов. И такая погода ожидается до 2 сентября. Со 2 сентября уже планируется похолодание. Я смотрел прогноз погоды. Будет даже до плюс 18 градусов. В общем, доставайте свои курточки. Кто их уже успел спрятать. Потому что скоро будет осень. Еще сегодня увидел такую не самую приятную новость, мягко говоря. В столице зафиксировано 17 случаев лихорадки западного Нила. Три из них с летальным исходом. Среди больных 10 мужчин и 7 женщин. Это жители разных районов Киева. Двое из них жители Киевской и Черкасской областей. Главным источником лихорадки в природе являются птицы. В крови которых высокое количество вируса. В переносчике заболевания определенные виды комаров. Которые инфицируются во время питания кровью. А затем с укусами могут инфицировать животное или человека. Поэтому, дорогие друзья. Сейчас вот видите появилась какая-то новая лихорадка. Берегите себя. Берегите своих близких. И если вы планируете вот куда-то выходить. Или в парк. Или особенно к водоему. То постарайтесь по возможности одевать одежду с длинными рукавами. Чтобы вас случайно не укусил какой-то комар. Потому что это сейчас очень опасно. Берегите себя. Берегите своих близких. И в случае каких-то симптомов респираторной инфекции. Лучше обратиться сразу к врачу. А также пользоваться обязательно средствами индивидуальной защиты. Одевать маски. Если вы чувствуете, что заболеваете. Потому что сейчас еще ковид ходит. Тоже очень такой, мягко говоря, неприятный вирус. Поэтому берегите себя. И берегите своих близких. Видим детская площадка такая. В спальном районе Киева. Еще вот увидел сегодня такую интересную новость. Станции метро на синей ветке. Это Демеевская и Лобецкая. В Киеве откроют примерно через 2-3 недели. Об этом сообщает депутат Киевсовета Козак. Напомним. Подземный тоннель затопило 8 декабря 2023 года. Получается, что его восстанавливали примерно 9 месяцев. Ну, будем, естественно, надеяться на лучшее, что жители Голосеевского района скоро будут полноценно ездить на метро. Потому что 9 месяцев у них такой возможности не было. Еще сегодня такая интересная новость. Вот мэр города Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице сейчас проживает около 3 миллионов киевлян. Также в городе примерно 800 тысяч внутрешне перемещенных лиц. И давайте поговорим относительно военной обстановки в городе Киеве. Сегодня у нас в столице воздушных тревог не было. Но в области было 2 воздушные тревоги. Они объявлялись в связи с угрозой применения баллистического вооружения. Но, слава богу, запусков, исходя из официальной информации, ракет не было. И обстановка в военном плане в Киеве стабильная. Но, к сожалению, вот сегодня увидел такую новость, что в Харькове произошел ужасный обстрел. И, исходя из информации, которую сообщил спикер областной прокуратуры Чубенко, число раненых в Харькове из-за обстрела возросло до 57 человек. Также глава областной военной администрации Синегубов сообщает о шестерых погибших. Это по состоянию на 19 часов. К сожалению, ужасные и трагические новости. Очередной обстрел. Пострадали люди. Есть люди с ампутациями конечностей. В общем, очень тяжелые новости. Без каких-либо эмоций. Очень сложно их на самом деле воспринимать. И каждую вот такую новость негативную воспринимаю как свою вот даже личную трагедию. Ну, будем надеяться, дай бог, что пострадавшие люди пойдут на поправку. И пожелаем родственникам погибших людей как можно скорее направиться, насколько это возможно, от этого ужасного горя. Сейчас вместе с вами будем идти в супермаркет Аврора. Что-то куплю и посмотрим на акции. Так, зашел в Аврору. И давайте в первую очередь посмотрим акции. Настенные часы по 100. По 129 гривен. Вот все товары по 4. Смотрите, тут мыльные пузыри какие-то. Даже пистолетик мыльный. С бульбашками стреляют. Прикольно. Вот он 4 гривна, наверное. А, нет. 279. Не 4. Вот все по 29. Тут всякие тетрадочки. Вот такое какое-то. Фломастеры тоже по 9 гривен. Записнички всякие тоже по 9. По 10. Желе. По 9. Крышка херсонская. 99. Гель для душа. Мыло. Редкое. 42. Гривны. Что еще? Шампунь. 84. Есть гель для душа. 44. Гривны. Салфетки. Салфетки влажные. 27. Кстати, хорошая цена. Вот есть по 32 салфетки влажные. Так. Двигаемся дальше. Очень большое количество разных кабелей. Вот по 49, по 99. Вот еще по 49 кабелей. 69. Можно протестировать. Проверить все товары, которые вы хотите приобрести. Вот есть USB. Разъем. Розетка 220. Флешки. По 24. Карты памяти. Вот 32 гигабайта за 199 гривен. Наушники беспроводные. 500. 549. Есть наушники проводные, бюджетные. 49 гривен. Двигаемся дальше. Что ж у нас тут игрушки. Вот. 229. Какой-то домик детский, пластиковый. Куколки по 199. Машинки всякие. Полицейские. Чайник. 400 гривен. Саундбар. 849. Мультимедиа. Так, что это у нас? Сушарка для продуктов. 1499. Гриль. 1000 гривен. Чайник. 400. Там их несколько разных вариантов. Сумочка мужская. Ну, не знаю. Такую сумку, наверное, я бы не носил. Классик. Бренд. Классик. Прикольно. Классический бренд. Вот есть еще такая барсетка. Такая сумка тоже через плечо. 189. Женские сумочки. 279. 349. Вот такая модная. Не знаю. Королевская сумочка с короной. 119 гривен. Прикольно. Тоже сумки. Эко-кожа. Дермантин. Зонт. 200 гривен. 5 долларов. Вот такой зонтик. Как раз уже не за горами осень. Поэтому нужно покупать зонтики. Сумочки тоже женские. По 100 гривен. Вот такая сумочка модная. Так. Двигаемся дальше. Крышечки. 50 штучек. 40. 49 гривен. Бальзам маска. Какая-то. 74. Шампунь. Против перхоти. 189 гривен. Хорошая цена. Вот есть еще шампунь. Head & Shoulders. 149. Вот еще какой-то. Тоже шампунь. Белый. Белого дизайна. Светлого. Так. Спрей для волос. 84. Бальзам. 159. Что у нас еще есть тут интересненького. Так. Зубная щетка. Colgate. 30. 39. Гривен. Паста. 77. Аквафреш. 69. Баритра. Вот, кстати. Кому интересно. 129. Гривен. Одноразовые есть еще по 14. Такие бюджетные. Ну, хотя у нас, знаете, покупаешь одноразовую, пользуешься ей. Раз 20, как минимум. Для туалета средства. Бареф. Интересно, сколько она стоит. Нужно проверить цены. 49 гривен. Хорошая цена. Наверное, возьму. Пускай будет. Так. Средства для мытья стекла. 17 гривен. Вот, есть для кухни. 29. Для мытья посуды. Бюджетное средство. Элио. Какое-то. 29 гривен. Афери. Получше. 59. Двигаемся дальше. Что ж, у нас тут капсулы для стирки. 12 капсул. 94 гривны. Порошок стиральный. 34. 350 грамм. А порошок большой. 1,2 килограмма. 74 гривны. Вот есть еще 4,5 килограмма. 479. Очень большое количество всяких приспособлений для уборки. Вот. 200 гривен. Смотреть. Так. Двигаемся дальше. Что у нас? Подушка. Вот раньше в Авроре не продавались подушки. А сейчас в избытке 169 гривен. 149. Вот подушечка. Бюджетная. Жалко, что купил. Подушку за 300. За 300 гривен недавно в Ашане. Так бы взял здесь. В два раза дешевле. Ну, как говорится, ничего не поделаешь. Возьму еще губки. 24 гривны. Целый набор. Есть за 22 даже. Не знаю. Возьму вот эти за 24. Они мне как-то больше понравились. По дизайну. Так. Двигаемся дальше. Вот вермишель. Смотрите. Быстрого приготовления. 60 грамм. Всего лишь за 7 гривен. Ничего себе. Надо прям разбирать эту вермишель. Потому что очень бюджетная. Хорошая цена. Вот еще садочки тут рядом продаются. 99 гривен. 5 литров. Огромный садочек для лапши вашей. Так. Двигаемся дальше. Что ж мы тут видим? Интересненького. Очень большое количество всяких приспособлений для кухни. Вот. Для пиццы. Для нарезки. 34 гривны. Ножницы кухонные. 69. Вот нож такой большой. 99. Всякий газ. Огни всякие. Так. Двигаемся дальше. Вон даже еда здесь продается. Крахмаль. 17 гривен. Лимонная кислота. 15. Дрожжи. Львовские. По 11. Очень много всяких перцев. Вот набор кубиков для бульона куриного. 12 гривен. Еще всякие перцы. 7 гривен. 9. Ого. Какая гирлянда прикольная. 399 гривен. Тут 10 огромных ламп. Вот еще светильник. Светильники разные. Лэдовские. 649. 549. 499. Ага. Она даже с аккумулятором. То есть это товар для блэкаутов. До 3 часов работы в аварийном режиме. Когда есть свет, она подзаряжается. И когда света нет, то она работает. Стоит еще 3 часа. 499 гривен. Интересная цена. Вот фонарик ручной. На батарейках 39 гривен. Всякие фонарики. Вот по 129, по 49. Вот тоже 149 фонарь. Вот всякие красивые декоративные растения. 119 гривен. 74. Есть даже бюджетный кактус. За 29. Вот 119 такой. Мишка. Еще очень много растений интересных. 119 гривен тоже. Всякие коробочки по 34 гривны. Вот еще такой медведь. Очень милый. 59. Так. Двигаемся потихоньку. На кассу. Рюкзачок. 399. Тетрадки. Вот бюджетные. 5,50. 12 гривен. 14. 12. Так. Идемте на кассу. Так. Пришел на кассу. Сканируем товары. Вот забор для туалета. Туалетный блок. 49 гривен. И губки. 24. В общем, все получилось. 73 гривна. Вот такие у меня сегодня были небольшие покупочки. Завтра ожидается довольно интересный выпуск. Пока не буду раскрывать все карты. Но для любителей антиквариата этот выпуск очень зайдет. Благодарю за просмотр. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч.